Пешая прогулка со свадьбой обернулась страшной трагедией для супругов из села Шаульдер Туркестанской области. Автомобиль на полном ходу сбил мужчину насмерть. Водитель скрылся. На месте аварии остался госномер, однако даже он не гарантия того, что виновный понесет наказание, говорит супруга погибшего Фарида Кубей. С ней встретился наш корреспондент Бахром Абдулаев. События ночи с 1 на 2 декабря Фарида Кубей то и дело прокручивает лёжа на больничной койке. В ту ночь она потеряла супруга. И теперь ей только остаётся сожалеть о том, что она послушала его и согласилась прогуляться до дома пешком. Мы возвращались со свадьбы. М ушёл позади меня. Вдруг я услышала странный звук и резкий удар. Когда открыла глаза, увидела лишь отъезжавшую машину с колесом на крышке багажника. Увидела номер машины, подняла его и кое-как подошла к мужу. Но он уже не подавал признаков жизни. Фарида Кубей в шоке позвонила родным. Одним из первых на место происшествия прибыл брат погибшего Буркута Сариева Оскен. Он сбил людей и уехал, но потом вернулся, чтобы забрать номер авто, который был уже в руках у невестки. Он начал дёргать её и отбирать номер. Рядом с ним ещё стояли два сотрудника полиции, которые также говорили, чтобы невестка отдала ему номер. Этот водитель, Талгат Тенебеков, он работает заведующим в лице-интернате. Талгат Тенебеков, по словам Фарида Кубей, тоже гулял на свадьбе, однако сел за руль и, возможно, был не трезв. Но теперь этого уже не узнаешь. Женщина говорит, что никаких следственных действий полицейские не предприняли. Пострадавший уверяет, что Талгат Тенебеков не просто педагог, но и весьма влиятельный человек в селе. Мы ездили к нему домой, чтобы услышать его точку зрения, но не застали. Попытки связаться с ним по телефону тоже не уничали с успехом. Зато в департаменте полиции Туркестанской области уверяет, что он понесет заслуженное наказание. Досудебное расследование проводится по двум статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан. Это 345-й – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортными средствами. И 347-й – оставление места происшествия. Также в отношении водителя назначены ряд экспертиз, чтобы установить, находился ли водитель в нетрезвом состоянии или же он был трезвый, назначена дополнительная химическая экспертиза. По результатам данных экспертиз будет принято окончательное процессуальное решение. У погибшего Буркута Сариева остались четверо детей, двое из которых несовершеннолетние. Их горе усугубляет страх, что правосудие не свершится. Бахром Абдулаев, Виталий Заянтинов, Информбюро, Туркестанская область. Продолжение следует...